12 признаков высокого интеллекта, которые могут быть и у вас. У всех нас есть маленькие привычки или отличия, которые кажутся бесполезными или даже раздражают других людей. Но не торопитесь посыпать голову пеплом и исправлять их, потому что, по мнению экспертов, некоторые из подобных черт характера могут указывать на интеллект выше среднего. Вы сова? А как насчет привычки откладывать все на потом? Оказывается, за ними стоит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Давайте перейдем к нашему списку. Номер один. Вы левша. В 2003 году писательница Мария Конникова, выпускница Гарварда, доктор психологических наук Колумбийского университета и автор двух бестселлеров по рейтингу «Нью-Йорк Таймс» – да, похоже, эта дама очень умная – описала проведенный эксперимент среди людей с ведущей правой и левой рукой. Оказалось, что левши обладают более развитыми способностями, когда дело касается объединения двух предметов. Например, сделать скворечник из банки и шара. Они также лучше себя показали в подборе слов к разным категориям. Позже ученые обнаружили связь между леворукостью и так называемым дивергентным мышлением. Это своего рода творческое мышление, позволяющее генерировать новые идеи. Люди, одинаково владеющие обеими руками, также обладают этой способностью. Поэтому, если вы правша, попробуйте использовать свою левую руку чаще, чтобы задействовать те зоны вашего мозга, которые в противном случае дремлют. Например, попробуйте чистить зубы левой рукой. Очень полезное упражнение. Номер два. Вы часто нервничаете по пустякам. Ну вот, а все меня истеричкой называют. Знаете что? Просто я гений. В исследовании 2015 года на тему личности и индивидуальных различий ученые попросили 126 учеников начальной школы заполнить несколько опросников. Дети должны были написать, как часто они испытывают тревогу, насколько обращают внимание на слухи о себе и какие ситуации их обычно расстраивают. Затем последовал тест на уровень IQ. Оказалось, что дети, которые нервничают больше всего, показали самые высокие результаты на уровень интеллекта. Ученые полагают, что люди, склонные к беспокойству, относятся к качеству своей работы гораздо более серьезно. Номер три. У вас отличное чувство юмора. Другое интересное исследование было проведено университетом Нью-Мексико в 2010 году. Ученые протестировали 400 студентов на их способность к осмысливанию и общению. После тестов студентов попросили написать титры к мультфильмам, которые затем оценивало независимое жюри. Ученые выяснили, что у 86% тех, кто показал более высокие результаты при тестировании, титры были более смешными. Открытие заинтриговало исследователей, и в следующий раз они пригласили комиков, которые после тестирования интеллекта показали очень высокие результаты. Так что же все это значит? Юмор влияет на интеллект, так как тренирует мозг и держит его в рабочем состоянии. В следующий раз, когда ваши друзья скажут вам прекратить дурачиться, ответьте, что вы просто развиваете свой интеллект. Номер 4. Вы любопытны. Значит, вы любите совать свой нос в чужие дела? И ничего не можете с этим поделать? Это же так интересно! Ну что же, вы будете удивлены, но доктор Томас Чамора Премузик, профессор психологии университетского колледжа в Лондоне, уверен, что любопытство и пытливый ум – признаки высокого интеллекта. И он не единственный эксперт, кто так думает. Обширное исследование длиной в десятилетия, проведенное в Великобритании и завершенное в 2013 году, пришло к идентичным выводам. Ученые наблюдали за шестью тысячами людьми, рожденными за последние 50 лет, и обнаружили, что дети, набравшие большее количество баллов в тестах на IQ, выросли любопытными и открытыми ко всему новому. Вам лучше всего работает, когда все остальные уже спят? Это может быть признаком того, что у вас высокий уровень интеллекта. Или, может, вы часто говорите «Еще одна серия!» или «Еще одно видео на YouTube!» А потом «РАЗ!» и уже солнце восходит за окном. Но давайте предположим, что у вас первый вариант, и вы более продуктивны ночью. Ученые утверждают, что предпочтение поздних часов обусловлено тем фактом, что мозговая активность, то есть интеллект, настолько высока, что начинает спорить с суточным циклом вашего тела. В 2009 году журнал о личности и индивидуальных различиях, в котором также есть замечательные рецепты ужина на одного, опубликовал шокирующие результаты исследования, проведенного среди нескольких тысяч молодых людей на зависимость между режимом сна и интеллектом. Оказалось, что люди с высоким уровнем интеллекта предпочитали вставать позже как в будние, так и в выходные дни. Другое исследование протестировало 400 американских рекрутов военно-воздушных сил и пришло к тем же выводам. Поэтому если вам невыносимо трудно оторвать себя от кровати ранним утром, не стоит напрягаться. Дайте своему большому мозгу выспаться. А если вам просто необходимо встать, то успокойте себя мыслью, что у вас потрясающий интеллект. Ииии вперед на работу! Номер 6. Вы очень чувствительны и вас легко отвлечь. Если вы часто отвлекаетесь, например, чтобы проверить соцсети или попить кофейку, или вы просто часто выпадаете из разговора, то, скорее всего, вы умнее других. По крайней мере, ученые это утверждают, а мы им верим. Они говорят, что чем сложнее человеку оставаться сконцентрированным, тем он умнее. Как так? Опять же, речь об интенсивной мозговой деятельности. Ее просто невозможно контролировать. Так что вперед! Проверьте еще раз ленту новостей на Facebook. Или загляните на наш канал и посмотрите парочку классных видео от Admi. Немного бессовестной рекламы. Номер 7. Вы много ходите. В 2016 году американские ученые из Университета бизнеса имени Джорджа Башингтона опубликовали результаты демографического исследования. Согласно этим результатам, люди, проживающие в городах, где много пешеходных зон, показали более высокий уровень интеллекта, чем люди в городах, где все передвигаются на машинах или общественном транспорте. Более того, ученые пришли к тем же выводам после наблюдения за определенными пешеходными зонами больших городов. А вы любите ходить? Если так, то это очень полезно для здоровья и мозга. Номер 8. Вы осознаете, как много вы еще не знаете. Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг из Корнеллского университета провели исследование, которое впоследствии стало краеугольным камнем социальной психологии. Они заключили, что чем глупее человек, тем более он склонен переоценивать свои умственные способности. И наоборот, умные люди не боятся сказать «Я не знаю». И если они действительно не знают, то обязательно узнают ответ позже. Поэтому, если в вашей голове постоянно звенит рой вопросов, и вы не боитесь их задавать, то, скорее всего, вы умнее других. Номер 9. Вы мастер самоконтроля. Умные люди умеют сдерживать импульсы и подавлять эмоции. И они обычно думают о последствиях перед тем, как что-либо сделать. Да, я могу перепрыгнуть на ту крышу вообще без проблем. И не надо мне рассказывать про премию Дарвина. В 2008 году психологи провели исследование, которое также стало очень известно. Оно называлось «Индивидуальные различия недальновидных решений». В этом исследовании участников попросили выбрать между двумя вариантами. Небольшой суммой денег сейчас или большей суммой, но через год. Результаты показали, что люди с высоким самоконтролем, которые выбрали получить большую сумму денег позже, также во время тестов продемонстрировали высокий интеллект. Номер 10. Вы часто откладываете на потом. Может, вернемся к этому позже? Нет? Ну ладно. Как часто вы говорили «Я начну работать над этим завтра». Ладно, в понедельник точно. А может, лучше после Нового года? Не волнуйтесь, это означает, что вы умны. Ученые утверждают, что люди с высоким интеллектом склонны откладывать задачи на потом. Психолог Адам Грант говорит, что откладывание – это ключ к инновациям. Стив Джобс, например, использовал свою склонность откладывать все на потом стратегически. Он давал своему мозгу передышку и переключал внимание на другие задачи, перед тем, как закончить приоритетные дела. Так что не стоит волноваться. Просто вашему суперактивному мозгу нужно заняться чем-то еще. Уступите ему в этом. Номер 11. Вы постоянно что-то жуете. Вас когда-нибудь пробивало на поесть? И не только после танцев с Мэри Джейн. Достоверно известно, что жевательные движения улучшают мозговую деятельность и концентрацию, пусть только и на 20 минут. Но оказывается, есть еще кое-что. Ученые недавно обнаружили, что постоянное желание что-нибудь пожевать типично для людей с высоким уровнем интеллекта. Исследователи уверены, что когда вы жуете, ваш мозг открывается самоанализу и рефлексии. В таком случае моя собака – гений! И моя мебель тому доказательство. Номер 12. Вы засыпаете время от времени в течение дня. Говоря о гениях, Леонардо да Винчи практиковал так называемый полифазный сон. Это означает, что он спал по 20-30 минут каждые 4 часа. И зачем он это делал? Шумные соседи? Слишком много кофе? Нет, из-за своего мозга. Мозг умного человека работает более интенсивно, а значит и устает быстрее. Но и времени на подзарядку ему нужно меньше. Чтобы избавиться от усталости и посмотреть на проблему под другим углом, вам нужно перезапустить свой мозг. Поэтому, если вы клюете носом после обеда, пойдите и вздремните немного, хотя бы 20 минут. Ну как, вы уже почувствовали, что ваш мозг граничит с гениальностью? Расскажите нам в комментариях. Поделитесь этим видео с друзьями и поставьте нам лайк, ведь мы пролили немного света на уровень вашего интеллекта. Если вы хотите быть в курсе наших новинок, подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми. Субтитры создавал DimaTorzok